Ассаляму алейкум, арахматуллахи, а баракату. С вами Умм Малик и мы продолжаем с вами изучение арабского языка и переходим к одной из завершающих тем, тема Ат-Танмин. Не забывайте подписываться, делиться благими знаниями с вами, с самим собой, с вашими родными, близкими, друзьями. Тема урока, как я уже сказала, это Ат-Танмин. И скорее всего, когда вы только изучали буквы и элементарные правила произношения, эта тема уже затрагивалась. Но сегодня мы еще ее затронем в очередной раз. Во-первых, хотелось бы сказать о том, что Танмин – это особенность имени. Танмин бывает только у имен. При этом выделяет основная функция или выделяет основную функцию Танмина – это то, что он показывает зачастую, что слово в неопределенном состоянии. Но чтобы было понятно изначально, это не говорит о том, что это единственная функция. И у Танмина есть и много других функций. Их можно перечислять, их около десяти. Но это основная. При этом, если вы увидите слово в определенном состоянии с Танмином, то не удивляйтесь, значит, скорее всего, там другая функция. Но сразу хочу сказать, что не бывает так, что сочетается такое слово, в котором есть Танмин и артикль, про который мы говорили с вами на предыдущих уроках. То есть артикль и Танмин в одном слове вместе не бывает. То есть или Танмин, или артикль. При этом артикль вроде как показывает определенность, а Танмин в основе неопределенность. Но не только. То есть, но не только. Там есть разные моменты. Но зачастую они тоже так или напрямую, или посленно связаны с какого-то рода такой неопределенностью. Но есть разные моменты. Поэтому второе, что следует сказать, это что такое Танмин. Танмин – это, по сути, нун сякина, то есть нун цукуна, который пишется не так, как обычно нун, как мы привыкли. То есть мы привыкли писать нун, вот как нун. То есть отдельный хаб. Но когда мы говорим про Танмин, он пишется уже в виде огласовок. То есть Танмин пишется в виде огласовок. И в зависимости от того, какая огласовка перед этой нун сякиной, такой и второй огласовкой мы выражаем этот Танмин. То есть если у нас Танмин лам, как называют, то значит стоит ламма, и за ней еще одна ламма. Такое сочетание читается как ун. То есть, например, как у нас здесь слово пыфль. Пыф-люн. То есть лям с ламма, и после нее вторая вот эта ламма читается как буква нун. Как вы видите, здесь вот такое чуть-чуть отличается написание. То есть сочетание может выглядеть чуть-чуть по-другому. То есть вот такая, как ламма. Плюс такой. Или иногда можно увидеть его в виде такой значка ламмы. То есть она как бы такая большая запятая. И вторая как бы противоположная. В другую сторону. То есть разные бывают написания. Но все это к одному. То есть это будет читаться как пыф-люн. Также может быть Танмин с фатхами. Когда уже первая фатха читается с буквой, над которой она стоит, как А. И после нее вторая уже фатха будет читаться как нуль. Например, если я скажу. Родюлян. Зачастую, если там нету там работы, то часто мы будем видеть вот такую алиф после него. Как вы вот видите, например, тиф-лян, ва-ля-дэн, родюлян. То есть вот такой Танмин. При остановке этот Танмин уже будет читаться этот алиф. При продолжении мы ее как бы не читаем. То есть здесь это с фатхами. И третья огласовка – это у нас Касра. И поэтому у нас бывает еще Танмин с Касром. Танмин Каср. То есть где Касра, которая будет под буквой, читается уже как И. Плюс вторая, такая же огласовка, уже будет читаться как Нун Сякина. То есть ин. Например, лыф-лин. Можно сказать, родю-лин и так далее. То есть можно уже примеры различные использовать. Как я вам уже сказала, какая функция у этого Танмина, так и в произношении вот эти моменты следует учитывать. Но если мы останавливаемся, как правило, на слову, в котором есть огласовка на сукон, то если там Танмин, то мы тоже и его не учитываем. То есть огласовку саму, вот эту первую, и вторую огласовку тоже. Поэтому будем, например, читать Уаля-дун как Уаля-ды. И Баму не читаем, и вот этот Нун Сякина, который зашифрован вот в этой второй огласовке. Теперь иншалла мы с вами разберем те примеры, которые здесь есть, значения этих слов, и вы, иншалла, их выпишите, проговорите, выучите, пропишите. Итак, первое предложение у нас. Нама тифлюн. Нама тифлюн. Нама, то есть как бы спать. Заснул тифль – ребенок. То есть какой-то ребенок заснул. Тифль – это ребенок. Нама тифлюн. Джелеса – это сел. Уаля-дун – это мальчик. Мальчик сел. То есть мы видим здесь, какой-то мальчик сел. Известный, например, мальчик. Тот, кто говорит о нем, ничего не знает. Но понимает, что это мальчик. Тоже здесь мы видим танвин лам. Далее. Кама – это встал. Какой-то мужчина встал. Мужчина встал. Видим тоже в конце танвин лам. При остановке – радюль. Кама – радюль. Четвертое. Ра-эйту – тифлен. Ра-эйту – глагол видеть. Здесь ту добавилось. То есть я увидел тифлен. Мы видим, что если в окончании нету, допустим, там арбута или там еще есть какие-то особенности с гамзой. Например, если перед гамзой приходит алиф, то тогда алиф вот этот после танвина не будет прописываться. А так мы зачастую видим еще наличие алиф в конце, который читается при остановке. Ра-эйту – тифлен. Если мы продолжаем. Или ра-эйту – тифль. Извиняюсь. Ра-эйту – тифля. Ра-эйту – тифля. То есть я увидел ребенка. Пятое. Пятое. Ра-эйту – валя-эдэн. Ра-эйту – валя-эдэн. То есть я встретился с каким-то мальчиком. Здесь валя-эдэн. Мы видим танвин, фатах и потом алиф. Валя-эда – при остановке. Ра-эйту – радю-эн. Или радю-ля. Ра-эйту – радю-ля. То есть я посетил какого-то мужчину. седьмое так а ленту ма а тыфлин так а ленту ма а тыфлин обратим внимание что в предыдущих вот трех предложений у нас есть тыфлян везде вот это прямое дополнение поэтому в падеже идет носок далее мы видим уже так а ленту ма а тыфлин ма а вместе с да то есть совместили с просто тыфлин после требуется слово которое будет стоять стоять уже в положении джар тыфлин поэтому мы видим там мин уже косы так а ленту ма а тыфлин да если мы останавливаемся и на ворту или у ля дин на ворту или у ля дин то есть я посмотрел на вора для посмотреть или используется с предлогом или на вора или то есть на что посмотрел до у ля дин после предлогов требуется тоже поддержки и мы видим у ля дин здесь тонненько сэр сэллэм ту а ля родю лин сэллэм то есть поздороваться я поздоровался с мужчиной да здесь вот это а ля будет использоваться с глаголом сэллэм то есть здороваться с кем-то итак мы посмотрим слова до вас в следующей части представлены в разных падежах одно и то же слово с помощью вот этих артикля мы видим тонненько здесь разный тыфлюн тыфлян тыфлин уэля дун уэля дин уэля дин ради улюн ради улэн ради улэн следующая дин часть тоже как предложение которые в одной части да мы видим слова в неопределенном состоянии а во второй когда уже есть артикль и когда у нас добавляется артикль уже танбин в окончании не приходит остается только одна вот эта гласовка нун в виде танвина отбрасывается нам а тыфлюн нам а тыфлюн то есть какой-то ребенок заснул нам а тыфлю уже ребенок заснул на конкретный ребенок джалеса уэля дун то есть какой-то мальчик сел джалеса уэля ду конкретный мальчик уже сел на мальчик сел она родилю какой-то мужчина встал она родилю то есть мужчина стал видим разница уже в значении есть да и в строении уже вот этих наличие тонн вина или отсутствие следующее уже здесь носом идет раэйту тыфлян раэйту тыфлян да здесь я видел какой-то какого-то ребенка я видел ребенка обольту олядин да я встретился с мальчиком каким-то там обольту луаляда да я встретился с мальчиком зурту радюлян то есть я посетил какого-то мужчина зурту радюля я посетил мужчину и следующая часть здесь уже встречаются такие же различия но с касса до остановином касса бахикту маа тыфли бахика то есть смеяться да я смеялся с ребенком бахикту маа тыфли уже я смеяться с конкретным ребенком но варту или вальди я посмотрел на мальчика какого-то но варту или луальди я посмотрел на конкретного мальчика салем туаля родили я поздоровался с каким-то мужчинам салем туаля родили я поздоровался с мужчиной то есть мы видим уже такие тоже значения изменяться небольшие изменения есть слова обязательно эти все выпишите если вдруг какие-то не знаю следующее упражнение и про сумма кто то есть прочитай затем напиши на то есть по сути перепиши еще раз альбарду шадиду альбарду альбар это холод шадид сильный как бы сильный холод сильный альдьяву ха рун альдьяву ха рун то есть погода жаркая до погода жаркая аль льму муфи дун аль льму муфи дун наука полезная аль нору салтая ун свет яркий аль нору салтая ун аль камеру мунирун аль камеру мунирун луна светящиеся теперь у нас в примерах уже будет положение насыб карату дарусан да я прочитал урок какой-то урок а кальту по аман я съел еду шарибту асыран я выпил сок здесь нас следующее катабиту хипабан да я написал извещение да да можно сказать письмо я нашел я нашел я нашел деньги нукуд деньги следующая часть саидун мударрисун саидун мударрису атфалин здесь мы видим атфаль уже идет в положение джар саид учитель детей да то есть в общем да учитель детей мухаммедун табибу аснанин тут то есть мухаммед врач зубов как бы стоматолог да врач зубов стоматолог бакрун мудиру фундукин бакр это директор гостиницы фундук это гостиница мунирун алибу альмин мунир требующий знаний требующих знаний то есть тоже здесь мы видим уже в положении джар приходит с косами и у вас идет и про вактуб такой маленький диалог прочитай и напиши где говорит салим и хусей ахлен у вас ахлен я хусей это как бы очень приятно и добро пожаловать о хусей ахлен у вас ахлен я салим добро пожаловать салим или айна антаде гибун или это предлог здесь айна где вместе или айна как бы куда будет переводиться анта ты вагибун идущий то есть куда ты идущий да и куда ты идешь переведем хусейн отвечает анаде гибун и лэль мэсджиди вот эта форма дэ гибун как идущий заменяется по смыслу в русском языке как глаголом настоящего времени хотя эта форма вот именно переводится как идущий да они глагол ну если дословно но она заменяется в значении и можно перевести как бы настоящим временем в данном случае как глаголом анаде гибун и лэль мэсджиди то есть я иду в мечеть халиль мэсджиду фи маканин баидин халиль мэсджиду здесь чуть огласовки они напутали исправим немножко хали так как встреча двух суконов полу поярца здесь касара халиль мэсджиду и вот это классовки фатха и сукун они вот здесь сукун над сил а фатха над мим да здесь лям это лунная буква она с суконом должно вот это быть поэтому халиль мэсджиду фи маканин баидин макан это место баид далекое мечеть в далеком месте нет она в данном случае гуа это он но просто в арабском языке мэсджид то есть мечеть это мужской род поэтому используется в арабском гуа мы переведем это как она потому что в русском мечеть она для ги ла хуа карибун мин гуна да то есть нет она близко отсюда карибун используется с предлогом мин на карибун мин гуна близко отсюда и салим отвечает аназа гибун маака аназа гибун маака я иду маа это месте ка и с тобой я иду вместе с тобой вот значит здесь мы познакомились с вами станвинами обратили на них внимание хотя уже как-то вы наверное с ними были ранее знакомы и надеюсь теперь вы будете понимать в основе да какие-то начальные такие подсказки по поводу танвина хотя как я вам сказала есть и другие значения у танвина не только неопределенность потому что в именах вы иногда увидите например мухаммад да именно как бы в основе определенный и вы увидите танвин то есть как бы может такое возникнуть вопрос а почему же здесь ну так бывает эти уже подробности дальше иншалла будем разбирать благодарю вас за то что были со мной изучать арабский язык баракаллаху фейкум ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракету